Добрый день, учитель из деревни. При том, что на самом деле с землей работать не тяжело, он об этом знает, и от помощи я бы не отказалась, если бы не все сказано им после слова «но». То есть нормально ли проявить эгоизм свой ущемленный? Вопрос такой получился. Ведь описанная ответная реакция, она связана с ущемленным эгоизмом. Именно так вы прежде всего и склонны отвечать. То есть если коснуться многих, ответ и реакция будет приблизительно стандартная, почти слово в слово местами. Поэтому, конечно же, это ненормально. Можно ли верующему заниматься целительством, лечить ближних травмами, снимать порчи и вредоносные воздействия от других людей, проводить чистку огнем, свечи и другое? Для верующих это не требуется, потому что у верующих такого ничего быть не может излишнего. Это же зависит от вашего мышления, от отношения к жизни, от способности нормально творить молитву, правильно воспринимать реальность. От этого все зависит. Если это у вас есть, то это все остальное так. Средневековое излишество. Но если вы не верующие, тогда это уже тоже опять не разговор. Учитель, будет ли нарушением истины такое вот отношение? В последние годы я все более стал требовательным внутри к разговорам по содержанию. То есть мне хочется более конкретно услышать от человека. Если начинаются какие-то философические беседы, я стараюсь их как-то быстро закруглять, заканчивать. И появилось сомнение, что вот я мог вникнуть в суть спрашиваемого, интересующего у ближнего. Это очень обобщенная попытка спросить. Очень обобщенно, так лучше не спрашивать. А я все под одну гребенку делаю. Что не конкретно и стараюсь... Ты пробуешь обобщать ситуацию сейчас, но будет неверно. Непонятно причина, по которой вы общаетесь. Что преследовал твой ближний в этот момент. То есть или он что-то хотел тебе донести, или каким образом все началось. То есть от многого этого зависит уже того, какой ответ дать. Так лучше не обобщать. Я понимаю, что в какой-то момент вы можете увлекаться рассуждениями. И какие-то обобщения, какие-то философские суждения, они могут быть совершенно неинтересны. Выслушивать их. Это следует помнить. Потому что когда вы увлекаетесь это делать, тут надо не забывать вот этот момент. Что вашему слушателю это может быть совсем неинтересно. Тем более, если это просто плод ваших рассуждений, то вы все по-разному рассуждаете. И это будет интересно рассказывать только тому, кто интересуется именно вашим суждением. Кому интересен именно ваш ход суждения. Вот тогда этому можно уделять время. Но когда этот интерес не проявился в этом отношении, то лучше не торопиться с своим разглагольствованием. То есть это словоблудие, которое благоприятным не является. И только лишь негативный эффект несет. И вот один из вариантов негативного эффекта сейчас проявлен в попытке задать вопрос. Потому что человеку неинтересно такое слушать. А кто-то торопится говорить, даже не успевая задуматься, а на самом деле уместно ли было ему такое говорить. Но ведь ему же хочется, он говорит. Значит, прежде интересует его собственное желание говорить. А это уже негативная сторона для человека. Мне со своей стороны, когда я замечаю, как наилучшим образом поступить? В зависимости от обстоятельств. Опять же, все это немножко вобщенно. В зависимости от обстоятельств. Где-то, может быть, и сделать вид, что ты слушаешь, хотя не обязательно вслушиваться. Ну, а где-то вполне можно сказать, что ты знаешь, что такое рассуждение тебе неинтересно. Не хотелось бы тебе его продолжать слушать. То есть оно может вызывать какое-то ощущение тяжести, сонливости. То есть, ну, ты видишь, что ты не воспринимаешь эту ситуацию. Где-то можно и такое сказать. Но это зависит от разных обстоятельств. Какую из двух подсказок учителя правильнее будет использовать в следующей ситуации. Разбирается старое строение. И есть, ну, достаточное количество полугнилых досок, которые на стройку следующую-то не пойдут. А на дрова вполне могли бы сгодиться. Вот. И есть одна подсказка, где о бережном отношении к природным ресурсам. Где можно было бы взять бензопилу, например. Ну, обычной ножовкой не получится. Попилить на дрова их и какое-то количество дней обогревать жилье. Ну, воду, теплицу там. Вот. Есть другая подсказка о том, что доски меньше 5 сантиметров, 5 и ниже. Нужно только ножовкой пилить. Какую из двух подсказок в этой ситуации более грамотно использовать? Хоть какую. Это не закон. Это не относится к законам. Просто порой мне хотелось бы, чтобы вы бережнее относились. Но нельзя бережность как-то оценить какими-то граммами, какими-то точными силами. Это невозможно сделать, ввести сюда какую-то мерку. Просто когда мне видится, что вы при любой попытке что-то распилить, тут же хватаете бензопилу, потому что это быстро. Оно смущающее. Я понимаю, что это быстрее. Но оно смущает. Мне хотелось бы, чтобы вы больше руководствовались желанием гармонично что-то сделать, а не потому, что это быстрее и удобнее. Быстрее и удобнее – это все, что вы видите в мире происходит. Именно так все и строится. Казалось бы, хороший мотив. Быстрее, больше успеешь, удобнее, меньше каких-то затрат сил, как будто бы неуместных затрат. Но результат вы видите. Это все строится, прежде всего, с этим уклоном. Но результат вредоносный очень, нехороший для человека. И вот тут нельзя ввести какую-то шкалу в литрах, килограммах, каких-то джоулях, усилий какие-то приложить. Это никак не измеришь. Это должно быть выработано в вас чувство бережности какой-то, которое вы в состоянии проявить. Каждый по-своему будет проявлять, но чтобы вы имели направленность быть бережнее, быть аккуратнее, как можно более гармоничнее как-то поучаствовать в событиях. Пусть оно может быть неудобно, но главное – вы преследуете гармоничность какую-то внутри, которую вы понимаете уже в себе. То есть нужно внутри приложить направление, вернее усилия в нужном направлении. А вот детали, они у всех у вас могут начать получаться по-разному. И тут никакую четкую деталь обозначить нельзя, потому что законом это не является. Это закон можно четко говорить, правило как благоприятно, как неправильно будет делать. Но вот эту область уже нельзя так затронуть. Поэтому и то может быть, и другое может быть. Но это надо просто научиться чувствовать. Но если вы позволяете себе увлекаться, то начнете спрашивать, а можно вот так? А вот тут нам было бы удобнее, можно так? Я, конечно, скажу, ну конечно можно. Как будто бы так сразу сказать нельзя. Вернее какой-то категоричный запрет поставить нельзя. Я могу согласиться, но это не значит, что вам повезло. И вы выиграете. Вовсе не означает. Это может означать, вы можете здорово проиграть. Но я не могу это оговорить. Я чувствую неблагоприятность. И все. А вот рассказать ее не могу. Это ощущение. Это то, на что вы должны больше учиться опираться при соприкосновении с реальностью. Тут многое никак не оговоришь логически. Нужны ощущения. Потому что многие события, они складываются очень своеобразно. Одно друг с другом взаимодействует. Создает какую-то цепочку событий, последствий. И вот от того, как вы начинаете во всем этом участвовать, разное идет развитие событий. И в каком-то случае какое-то одно действие может ничего такого особенного негативного не дать. А в другом случае именно это же действие, оно даст негативный результат. И это будет связано с вами. У вас разная у всех судьба. Поэтому одно и то же действие, сделанное вами, будет иметь разный эффект. И вот поэтому тут я никак не могу сказать что-то одно для всех. Оно у всех появится по-разному, даст эффект. У одного будет нормально, у другого пойдет сильный провал какой-то. Может трагические последствия быть. Это должно быть по-другому сделано. Поэтому я отделяю одно дело закон, его нужно четко стараться исполнять. А другое дело некоторые рекомендации, которые я вам подсказываю из своих ощущений. Что это мне не нравится, я говорю, не надо. Мне не нравится, но я не могу объяснить то, что с этим будет у вас связано. Оно просто ощущается негармоничным. Мне неприятно, то есть меня настораживает какое-то ваше усилие. А с чем, я не знаю. И если вы начнете своеобразно задавать вопрос, я могу позволить вам это сделать. Потому что я не могу объяснить, почему нельзя. Вы начнете мне приводить разные доводы. Вот это же здорово. Нам сейчас мы быстрее вот это сможем сделать. Прорисуйте целый план, как у вас здорово, может все развиваться. И я могу сказать, ну хорошо, делайте. Потому что запретить я не могу. Нет такого закона. А потом я начинаю наблюдать. Вы начинаете увлекаться этим действием. И попадаете в ямы. В серьезные ямы. Потом начинаете от этого мучиться, страдать, искать пути, как это решить. Но вы попали туда, потому что сами выбираете эту позицию. И ставите ее таким образом, когда вас нельзя остановить. Вот такая непростая ситуация. Поэтому вам надо учиться намного посмотреть творчески. И отделить одно дело закон, другое дело почувствовать, попробовать понять, что в какой-то рекомендации я пробую вам подсказать. Это чувственная сторона уже начинается. Где ее никак не получится разложить по каким-то деталям и показать, почему взаимосвязь вот такая-то или такая, с чем это может быть связано. Тут уже не получится. Такой и не будет четкой цепочки. Ну понятно. Тогда просто если... Тебе никто не запрещает на следующий день сделать по-другому. То есть, начиная делать, ты все равно будешь видеть, что какое-то изменение началось. Оно начинает рождать уже какие-то последствия. И где вы в любой момент можете переигрывать вот эти действия. Это и есть творческий подход. Вот если закон исполнения, то тут независимо от того, какие события начинают происходить, ваша задача делать правильно. А там кто там, как вокруг этого на это начинает реагировать, как вести себя, это уже другая сторона. Вы, главное, не должны отступить от закона. А другие тогда будут как-то чувствовать какие-то изменения в связи с этим и будут сами делать какой-то свой выбор, уже важный для того, чтобы их судьба изменилась, потому что она решается в этот момент судьба. Но ваша судьба четко следует закону. А есть такие рекомендации, но которые никак их законом не обозначишь. И вот тут у вас есть возможность пробовать, где вы действуете так, как чувствуете. Одновременно вы должны ощущать и свое единство. То есть, вот такое взаимодействие, где вы ответственны друг за друга. Где вы ответственны за все, что с вами происходит здесь. Поэтому делая что-то индивидуальное, связанное с вашим личным действием, вашей личной жизнью, с вашим личным хозяйством, вы одновременно должны ощущать, как это входит в гармонию с действиями относительно окружающего благоденствия. То есть, вы изо всех волнуетесь и в то же время стараетесь делать правильно что-то свое. Вот эти нюансы, их надо тоже пробовать ощущать, к этому творчески подходить, пробовать, советоваться. И в согласии пробовать это делать. Вот это такая сложная тема, она никогда не сможет оговориться. И она всегда будет зависеть от того, в каком вы качестве находитесь. Потому что, изменяясь по качеству, у вас и восприятие будет меняться, у вас мышление будет меняться, у вас подход будет меняться. И вообще, вся ситуация, вся жизнь будет меняться. И происходящие какие-то события тоже будут качественно изменяться. Может быть, даже очень сильно меняться, так как сейчас вы даже представить не можете. Но оно поменяется в связи с тем, как вы сильно можете сами измениться. И вот тут никакой закон нельзя ставить в этот момент. Он гибкий, как воздух, как вода. Он все колышется, шевелится, дышит. И вот это все надо уметь славливать, ощущать, понимать, учиться, настраиваться на это. И гармонично начать реагировать на все. Понятно. Ты учишь вопросы задавать по конкретным действиям, а здесь получается, тогда и вопрос уже не задашь. Правильно ли я почувствовал? Да, это творческий момент, где получается, я почему ответил, очень если просто отвечать. И хоть так, хоть так. Как ты сам видишь? Потому что и в одном случае ты как будто бы не ошибешься, и в другом не ошибешься, сделаешь. Но в зависимости от обстоятельств, может быть разное решение. Вот как ты это оценишь сам? Как диктует окружающие условия? Насколько тебе быстро что-то надо успеть делать? И как ты сам ощущаешь происходящее? Не идешь ли ты против себя сам? Ведь в какой-то момент можно ощутить, что какое-то ускоряющее действие, оно как-то от тебя внутри не принимается. Понятно, да. И ты просто не хочешь предать себя. И стараешься гармонично сделать так, как ты ощущаешь. Да, понимаешь, что чуть-чуть затянулось что-то, но тебе комфортно внутри. Ты контактируешь с окружающим миром комфортно, гармонично. Вот это ценнее будет, чем когда вы просто торопитесь, вам надо быстро сделать. Вот тут вы переходите к границе, и все больше и больше идет множество разных усложнений. Ведь сколько техники появляется. И то, что однажды начиналось, топор, ножовка, оно тоже решало все вопросы. Не так быстро, но решало. Жизнь шла и отлично шла. Но потом шаг за шагом стали отвоевывать то, что касается удобства. То, что быстрее, удобнее, как бы меньше сил затрачивает. Ну, как будто бы хороший мотив. Но у вас неизбежно возникают вещи, которые уже к гармонии отношения не имеют. Ну, ты говоришь, отношения к гармонии не имеют. Но мы тоже ведь тогда были помоложе, сил побольше. Можно и топором помахать, и можно и лопатой помахать. Вот начинается цепочка, логическая цепочка, где попытка оценить разумом то, что на самом деле оценивать опасно разумом. Потому что это чувственный мир. Он нелогичен. И развитие человеческого общества зависит не от того, как логично вы начнете взаимодействовать, а как вы выстроите чувственные взаимосвязи между собой и окружающим миром. Это связано именно с человеческой цивилизацией. Ни с какой другой это не связано. Но так как вы имеете характерные интеллектуальные особенности, вы торопитесь их применить. Но они не совсем гармонично контактируют с тем, что касается чувства мира. Он нелогичен. Поэтому порою не надо бояться что-то потерять. Главное, чтобы из внешнего таких каких-то обстоятельств. Главное, внутри не теряйте. Потому что ваше развитие от внутреннего процветания зависит. А не от того, насколько что-то состыкуется вне вашего существа. То есть в этом материальном мире какие-то объекты, обстоятельства, насколько они состыкуются. Не это будет важно. Оно играет. Оно в помощь вам. Но не оно важно. Важно, как вы сами вплетаетесь в мир материи. На уровне энергий. Чувственных энергий. Это другое поле. И поэтому там у вас у всех все по-разному. Логика, она одна для всех. Одинаковая. Ее особенности одинаковые. Поэтому разумный мир, он живет по определенной схеме. И никто его не нарушает, эту схему. Никто не выходит. Потому что все понимают, это нелогично по-другому. И никого... Этого достаточно, чтобы не делать по-другому. Все делают одно и то же. У вас все по-другому. Вам всем позволено сделать все по-разному. Все. И это будет благоприятно. Главное, чтобы это не связано было с эгоизмом. Потому что вот эгоизм, он вас разделяет. Духовные ценности будут вас соединять. То есть поэтому, когда вы заинтересованы прежде желанием выжить, вы будете разъединяться. Хотя, казалось бы, нормальное желание выжить. Но вы будете разъединяться. Потому что вы начнете действовать немножко обособленно друг от друга. То есть вам прежде ценно будет то, что касается ваших интересов. Это будет становиться первостепенным. А это разъединяет. Вот когда вы начнете чувствовать друг друга и беспокоиться о друг друге, тогда даже, казалось бы, забыв о себе, вы получите все необходимое. Потому что об этом будет думать другой. И вот так вы друг друга начинаете кормить. То есть это все равно, что взять большую ложку, очень длинную. Ну, да. Все сели, попробуйте покушать. Не отпуская ее за крайнюю точку ручки. И так до своего рта не достанешь. Начнете кормить друг друга, будете сыты. Но это вот тема, где я еще раз возвращаюсь в самом начале, где я не смогу многое точно обозначить. Поэтому я задаю там ориентиры, где это возможно. И вот если их все вы начинаете учитывать и пробовать применять, вы начнете перенастраиваться на этот окружающий мир. По-другому начнете его ощущать, чувствовать, обращать внимание на то, что раньше не обращали внимания. То есть у вас произойдет перестройка. И все будет нормально. То есть вы сами начнете находить все остальное, что мне пока трудно будет оговаривать. Уже сами. Но, как правило, это будет относиться к творческим проявлением. То есть есть базовая основа. Это закон, который я призван давать. А есть все остальное, как такая шапка, цветочная поляна ваша. Растет на одной почве. Но она вся разная. По-разному взаимодействует. По-разному себя проявляет. Открывается к солнцу. Ко всему. Взаимодействие. Оно все разное. И вот это все разное, оно будет всегда происходить. Вы изменяетесь, меняется эта шапка цветовая. Вы все по-другому как-то делаете. Вы как-то творчески подходите к разным нюансам по-своему. Неповторимо. Это все нормально. И это мне не требуется оговаривать. Моя задача дать вам основу. Вот я ее даю. А вы параллельно касаетесь еще и того, что вот я сейчас проговорил, как образ относительно шапки цветовой такой, где много разных лепестков, много разных стеблей, листочков и всего прочего. Лепестков. Вот вы в этом проявляетесь индивидуально уже. И тут, поэтому, конечно, какую-то долю свободы, действий мне вам надо предоставить. Это нормально будет. Тут нельзя говорить какую-то схему. Вы главное учитесь чувствовать. И понимаете, ваше благоденствие в единстве, умение ощущать друг друга, доверяться друг другу и заботиться друг о друге. То есть ваша мысль, забота прежде всего о вашем совместном проживании. Не вы главные для себя, чтобы у вас этот ориентир начал сбиваться в сторону ваше общее благо. Вот тогда вы начнёте менять эгоистическую ориентацию на истинную духовную. Вот тогда всё будет в порядок приходить уже, интереснее будет становиться. Но до этого у вас сейчас пока многовековая традиция, она проявляется, и вы характерное мышление выражаете. Ну, вы уже учитесь, вы уже многое начинаете по-другому делать. Вот ещё вот ситуацию, которую я хотел уточнить. Получаю задание, там, копать на экскаваторе что-то, какие-то моменты. И одно из условий задания сделать так, чтобы сюда потом не возвращаться, то есть всё выровнять, всё красивенько, чтобы вот... И периодически у меня возникает ощущение, что вот чувствование, как ты говоришь, что это вот неправильно делать, потому что есть другие ещё дела, которые нужно было бы, пока есть возможность, успеть этой техникой сделать. А здесь можно сделать граблями, лопатой, пару-тройку человек, это всё спокойно сделать. То есть, такая где-то рациональность, а где-то внутри, что это неправильно. Вот в этом случае мне нужно опираться на своё ощущение, или на ощущение, или как бы задание старшего, который там что-то, или... Как вот здесь... Это то же самое. То же самое. На всё надо ощущение смотреть и пробовать. То есть, если ты чувствуешь, ну, надо сделать. Сделай, не объясняй, что можно сделать по-другому. А потом увидишь опять последствия. Потом выявятся какие-то суждения, в которых вы поучаствуете, попробуете прийти к какому-то пониманию вместе, но вы уже контактируете вместе. То есть, идёт творческий процесс. Поэтому, когда вы говорите, да можно это и так сделать, как правило, это бывает не делается потом долго. Ну, это часто бывает. То есть, есть же такое выражение, ничего не бывает столь долговечным, как сделанное временно. Значит, получается, мне неверно будет в этом случае сказать, что, а вот я чувствую, что так делать, ну, как бы, не надо, что лучше по-другому. Он же тоже чувствует что-то. Когда вы говорите, я почувствовал, это нормально само по себе. Но, бывает, есть вещи, которые не столь важны, как вы чувствуете. То есть, уже где-то ближе к закону. А важно, как правильно было бы именно в данных условиях. А то, что вы чувствуете все по-разному, это понятно. Но, когда вы порой скажете, вот что-то почувствовалось, я просто так сделал. Это надо, к этому отнестись надо с пониманием. Не ругаться. Потому что это очень ценное явление, когда человек делает, делает, казалось бы, не совсем, может быть, логично, но у него что-то внутри звало так сделать. И он это сделал. Это нормальный шаг. Просто вот это чутье внутреннее, оно не всегда бывает, ну, то есть, как по-другому сказать, у вас внутри как раствор раствор из энергий эгоистических и духовных. И здесь все зависит от того, какой компонент преобладает. Если эгоистический, значит, раствор какого-то более, такого определенного содержания, определенной цветовой гаммы. Если духовная, другая гамма начинает меняться. Но это как своеобразный раствор. Поэтому, чем больше в нем присутствует эгоистических компонентов, тем больше вы будете склонны следовать чувственным порывам, очень сильно связанным с эгоистическими большими стремлениями, интересами. Где это можно даже не успеть осознать. Вы вроде бы почувствовали, сделали, а оно больше связано было с вашим эгоизмом. То есть тут сложнее будет вам отделять разницу. Но для этого и есть учение. То есть я не показываю вам, на какие расцветки обратить внимание внутри в вашем этом растворе. То есть не задаю вам какую-то невероятно сверхсложную задачу. Я показываю вам те нюансы в учении, следуя которым, которые четко понятны. Они будут помогать этот раствор внутренний видоизменять, очищать от превышающего норму эгоистического присутствия. То есть чтобы у вас больше духовные ценности в нем преобладали. И тогда вам проще будет многое ощущать. То есть меньше будет ошибок. И когда придет норма, вы не будете ошибаться в этом отношении. То есть если вы сказали, почувствовалось, все, у всех это будет однозначно оцениваться. Это было самым правильным вашим действием. И ни у кого не возникнет никакой претензии. Потому что это действительно было самым правильным вашим действием. Но это однажды. А пока вот этот внутри раствор, где в основном пребладает компонент эгоистического характера, то тут вы, даже сказав, я почувствовал, вы можете ошибиться. Но это не страшно. То есть нормальный процесс познания идет в жизни. Потому что вы же одновременно не только ошибаетесь. Вы по ним учитесь понимать ошибки. Учитесь замечать что-то, что очень важно иметь внутри и в понимании своем. Эта мудрость житейская начинает приобретаться в этом случае. Так что не бойтесь следовать чувствам и не бойтесь ошибиться в этом случае. Но при возможности, когда возникает непонимание в контакте с ближними, во взаимодействии, учитесь дальше трезво рассуждать, чтобы уже понять характер ошибочности каких-то действий. И продолжать опять идти дальше. Внимательно прислушиваясь к себе. Спасибо. Похоже, новый уровень. Ну, да, видите, я уже тут 30 лет пробую сдвинуть в новый уровень. И главное, не просто объяснить, потому что вы же действительно все опираетесь на чувства. То есть не бывает в жизни человека таких действий, где они не сориентированы были на его чувственный мир. То есть человек так родился таким. То есть он всегда ориентируется на чувственный мир. Поэтому сказать чувствуйте себя, как подсказывает вам сердце, но я как будто бы вроде бы и сказал, и в то же время ничего не сказал. И одновременно можно сказать, что я призвал вас вообще делать все, что попало. Потому что все делают чувственно что-то. А получается, что попало. Кто во что гораст. Поэтому он сказал, ну, послушайте свое сердце. И все рванули. И я слушаю сердце. Вот поэтому это я по сердцу сделал. Ну, так взгляните, что в обществе происходит. Вот когда идут демонстрации, когда люди выступают против чего-то. Они очень эмоционально выражают что-то. Но ведь если вы спросите, почему так делаете, ну, а же они чувствуют это. То есть потребность это сделать. Они тоже делают по сердцу. И все, что в мире происходит, где пожары порыхают, горестные события происходят. Они все следуют каким-то чувственным позывам, которые ими руководят. Они не рассуждают логически. Поэтому, когда пытаются оценить, да как же можно так делать? Да разве такое возможно? Ну, это несуразная попытка, как бы так, оценить происходящее. Именно так и возможно при таком человеке, который есть. Потому что человек по-другому не умеет. Это нормальное, естественное проявление человека в этом мире. Оно нелогично. Оно во многом абсурдно вообще, глупо. Но человек ориентируется на свои чувства, на переживания. Поэтому нельзя придумать какую-то систему, которая могла бы привести в порядок людей, не меняя их внутренний мир. Поэтому все вот эти попытки привести к порядку в обществе людей, создать какую-то интересную систему, при которой они бы, ну, как бы так, интересно жили, мирно жили, это невозможно сделать. Просто в принципе это невозможно. Привести к порядку можно только, когда человек переориентируется с эгоистических ценностей на духовные. Вот эгоизм, он заставляет вас двигаться хаотично. Духовная ценность делает вас упорядоченными. То есть вы ведетесь и движетесь к порядку, даже не до конца не осознавая его, но вы сплачиваться начинаете. Потому что духовные ценности вас соединяют. А эгоизм, он разделяет. И получается, кто во что гораст делает. Поэтому, как бы ни соединялись эгоисты к каким-то законам, нестабильность в обществе гарантированно будет продолжать присутствовать. То есть никак этот порядок не навести. Поэтому у людей нет выхода, кроме как сориентироваться на духовные ценности. Иначе они обречены. И вот насколько они сумеют это понять, ну, от этого будет зависеть масштаб каких-то трагедий. Но только один выход. Духовные ценности. Притом истинные духовные ценности. Потому что это закон. А закон един для всех. А не какие-то традиционные подходы к чему-то малоизвестному человеку. Потому что это уже у всех разное. И поэтому, соответственно, законом быть не может. Оно разное. Оно будет разъединять. Прошу прощения. Здравствуйте. Надо ли мне опираться на свои ощущения? То есть, например, поднялся на гору, приезжаю с горы, значит, начал делать подвал, приготовил железо. И ребятишки железо сдали заготовителем. Ощущение такое, что, ну, ничего, бывает, ладно. Спросил, начал пожурил. Правильно, вот так вот и надо будет подходить. Пожурил, так, хорошо. Ну, получилось, так получилось. Дальше. Отложился этот подвал на следующий какой-то срок. Ну, ладно. А вот так думаю, что я вообще в отношении женщин тоже какой-то, тоже пестолковый. и три брака прошло. И вот последний тоже такой. И думаю, а как дальше жить-то? Ты знаешь, искать что-то толковое в бестолковом мире будет проблемой. Потому что ты признаешь какую-то свою бестолковость в отношении, ну, я могу сказать, в отношении тех, кто тоже ведут себя бестолково. и поэтому найти какой-то толк во всем этом будет большой проблемой. Не надо задаваться этой идеей, найти толк. Просто живи, старайся жить гармонично в том хаосе, который тебя окружает. И не заводись, не пытайся его менять, этот хаос. Ты, главное, держи себя в руках. Не позволяй себе не оценивать так, не увлекайся оценками, суждениями. Тем более, не позволяй себе осудить чьи-то действия. Ну, мягко реагируй на то, что у тебя произошло. Раз нарушились какие-то твои планы, согласись с ними. Останься в хорошем настроении, насколько это будет возможно. И пробуй делать логичное то, что, вернее, делать то, что будет видеться тебе логичным дальше. Видишь, что подвал не получилось строить. Хорошо, ты поговорил, сказал, ребят, но в другой раз попробуйте не делать этого, а то у меня не получится сделать подвал. Вы же хотите, чтобы он был иначе, но без него нам будет трудно. Ты как-то так объяснил мягко и попробовал опять собирать материал. Раз, опять материал в последний момент куда-то сдали. Ну, что ж, ладно, хорошо, попробуешь еще собрать. Не получилось собрать, но не будет подвала. То есть, ну, ты сделал все, что мог. То есть, у тебя больше спроса нет. Больше, чем то, что ты попробовал сделать. Это значит, уже не твоя ответственность. Поэтому, прежде всего, человек должен ощущать личную ответственность, правильно ее понимать, потому что, в этом случае, важно правильное понимание. Оно связано с тем, что взяв какую-то ответственность, вы будете переживать за то, за что вы взяли ответственность. Вы же будете хотеть сделать правильно. Как вы чувствуете эту ответственность на себе. То есть, это обязательно будет связано с чувственным переживанием. Поэтому, если вы правильно понимаете эту ответственность, то у вас будет взвешенное переживание. То есть, не будет излишних. Если вы неправильно ее воспринимаете, вы начинаете переживать уже там, где вовсе не требуется переживать. А что переживание принесет? Оно ослабит ваш организм, оно расшатает нервную систему. То есть оно подорвет здоровье. Переживания неизбежно подрывают физиологию. То есть не бывает таких переживаний, которые носят именно негативный характер, которые никак бы не влияли на здоровье. То есть такого не бывает. Любой организм, какой бы он ни был, этими переживаниями он будет подрываться. То есть если исключить переживания нельзя, наверняка последствия возникнут, какие-то нарушения в физиологии, которые приведут к гибели этого организма. И этого избежать будет нельзя. То есть нельзя поставить какой-то барьер между переживаниями и физиологией. Это взаимосвязано. Поэтому если вы хотите максимально выразить ту помощь и пользу, которую вы имеете возможность, то есть Богом вам данное, значит надо вам уметь эти переживания правильно стабилизировать. То есть как-то их приводить к какому-то порядку, не позволять излишним быть. А для этого нужно учиться правильно понимать ответственность, за что вы действительно отвечаете, а к чему ваша ответственность вообще не имеет никакого отношения. А вы просто вот в силу своей значимости, желания проявить значимость, вы как будто бы невольно, неосознанно пытаетесь отвечать вообще за все процессы в мире. И переживаете по любому поводу, с чем соприкасаетесь. И переживаете именно так, как будто бы вы к этому имеете какое-то отношение, от вас это зависит. Хотя от вас вообще там ничего не зависит. И вам бы лучше было найти равновесие внутри, помолиться, то есть выразить какую-то благодать миру. Вот это то, что от вас в этом случае зависит. То есть есть масса событий, которые вам знакомы, но там ваше участие вовсе не требуется. Поэтому включаться туда таким образом, как будто бы это вы участник, не требуется. Это глупо. Оно лишь создаст излишнее переживание. Поэтому в данном случае вот и надо учиться видеть свою ответственность. За что ты действительно отвечаешь. Вот ты почувствовал, что подвал нужен. Ты взял ответственность. Ты, значит, пробуешь реализовать его. Все. Дальше ты сделал все нужное, чтобы это построить. Но независимо от твоих усилий получается, какие-то исчезли материалы и построить не получилось. Если идея продолжает оставаться у тебя, и ты не обиделся, тебя не закусило что-то, и ты не сказал, ну раз так, тогда я ничего не буду делать. То есть если эта глупость у тебя внутри не произошла, и ты продолжаешь понимать, что это надо сделать, ты опять собираешь материалы. Все. Ты делаешь то, за что ответственный. Но если так, в конечном итоге, все время забираются материалы, а потом ты почувствовал и увидел обстоятельства, где теперь материалы собрать невозможно, а значит и невозможно построить подвал. Все. На этом ответственность закончилась. Ты сделал все, что от тебя зависело. И уже не надо говорить, да ну как же так, а как же мы теперь без подвала будем. То есть не переходи в эту область, за это ты уже не отвечаешь. Вот тут, вот это регулировать себе желательно. Но это уже мудрый взгляд на происходящую реальность. Его надо учиться формировать в себе. Хотел еще спросить, учитель, все равно как-то я так понимаю, что плохо без женщины жить вообще. Плохо что? Без женщины жить. Плохо. Я и говорил вам с самого начала, что единство мужское и женское, это единственное условие важное, при котором полноценное развитие у вас может быть. Но, я не раз добавлял еще одно, вы находитесь в условиях, где вы столько задали сложностей, что теперь реализовать это нормально может совсем не получиться. Это не значит, что если у вас не получится, а теперь это реализовать, то все пропало. Нет, вам шаг за шагом терпеливо надо двигаться в правильном направлении, чтобы все возможное и благоприятное для полноценного развития опять у вас восстановилось. Но это может не быть связано с этой жизнью. То есть вам просто надо продолжить двигаться правильно дальше. И опять не включать излишнее переживание. Как же так? Учитель сказал, что только так можно полноценно развивать, а это не получается. Что же делать? И все носятся, смотрят вокруг, заглядывают друг в друга в глаза, а может быть тут составить, а может быть тут составить семью, чтобы полноценно развиваться. Нет, я этого не подразумевал, чтобы вы так делали. Это уже ваша излишняя такая суета внутренняя и неуместная оценка, неправильная оценка того, что происходит, которая заставляет вас вот так вот излишне беспокоиться. То есть получается, дурная голова ногам покоя не дает. И вы начинаете носиться в поисках того, чего нельзя искать таким образом. Хорошо, учитель. А вот к этому, значит, я просто, если я уже серьезно хочу что-то посмотрю, либо это положительно будет восстановить, либо что-то. Я, например, обговариваю, вот знаешь что, мне вот, ты вот любишь гулять, провожать, гулять там, что-то, вот это мне не нравится. Или просто разрешите ей все, как бы, как она жила, так и хочет, да? Когда ты доверяешься человеку, опять вернемся к этому, вы собрались довериться друг другу. Это подразумевает, вы приняли друг друга такими, какие вы есть, со всеми делами, которые вам характерны. Вы приняли. Вы не должны соединяться друг с другом, мысленно, предполагая условия, как некий контракт, что если вы соединились, то значит, ты-то или ты-то не будешь делать ни того, ни другого. Хотя этого даже не предполагаете. Просто внутри у вас как будто этот контракт заключается. И стоит потом вам, соединившись вместе, заметить, что кто-то из вас продолжает делать то, что до этого было ему характерно, вы вскипаете, как будто бы вас предали, как будто бы что-то нарушили, так а вы и не заключали этот контракт. Это вы его придумали в своей голове, сами, по своей глупости. Вы должны принять друг друга таким, как и вы есть. Готовы? Принимайте. Но перестаньте требовать друг от друга что-то, что было характерно человеку, и чтобы он этого не делал. Так нельзя делать уже будет. Нельзя поступать. Это он должен увидеть что-то, изменить в себе что-то, увидев какие-то свои поступки не очень благоприятными. То есть человек позволяет себе делать что-то, но видит. Вот, к примеру, женщина что-то ей характерно, но позволяет себе продолжать делать дальше. Ты не запрещаешь. Но тебя это смущает. Это всегда можно почувствовать. Для нее это вообще не должно проблемой быть, мгновенно почувствовать, что тебе это неприятно. Значит, если она тебе доверилась, и понимает, что ты ей доверился, в нормальном смысле, она быстро начнет эту часть у себя убирать. Ну, а в ненормальном, ну, ненормальные плоды. То есть это в нормальном смысле, обязательно будет это убирать. Потому что духовно развивающийся человек никогда не станет предпринимать шаги, которые понимают, что другому ближнему, который ему доверяется, будет неприятно. Он не станет этого делать. Он пожертвует своими желаниями. Только лишь бы не причинить боль ближнему. Это нормальное состояние. Вот о чем я говорю вам. Где вы начнете правильно объединяться, вас не надо будет заставлять, организовывать. Вы контактировать начнете очень гармонично. Вы никогда не причините друг другу больно. Это и приведет к полному раскрытию вашему между собой, полному доверию друг к другу. И ваши поля сознания, они объединятся. Вы станете одним целым полностью. Но вот вы боитесь. Вы друг друга подозреваете. Вы опасаетесь. И не только это происходит. Вы еще и поддерживаете этот страх друг к другу. Потому что позволяете себе делать что-то, что другому неприятно. Хотя вы связали с ним жизнь. То есть связав жизнь друг с другом, вам надо быть готовыми пожертвовать что-то, что вам нравится. Но только чтобы не приносить боль на другому. Готовы? Хорошо. Значит, вы действительно зрелы к этой части. Не готовы? Значит, вы еще дети, которые играют в серьезные игры, но пока еще совершенно не соображают о масштабах ценности и ответственности с этим связанных. Ну и начинаете городить всякую ерунду. А потом страдаете. Все. На этой веселой ноте. Пока не договорил еще больше. Я застанавливаюсь. Ладно. Счастья вам, друзья. До встречи.